и, увидев негативные тенденции в духе отеческой братской любви, указать на ошибки, обсудить и разобрать ту или иную проповедь, или назначить опытного доброжелательного цензора. Если бы наши епископы были компетентными управленцами, действовали как истинные пастыри, разве произошло то, что произошло с протеереем Максимом Каскуном, Владимиром Головиным, Андреем Федосом, Андреем Ткачевым? Все эти люди только возрастали в своих талантах и радовались своими, раз от раза совершенными проповедями. Разве ситуация с Головиным вызрела за две недели, два месяца, даже не за год? Если там было реальное беззаконие, почему его еще в корне не уврачевал епископ? А теперь плохой Головин, лишен сана, а его начальник служит чистой совестью. Вне нашего православного гетто в нормальных человеческих организациях, где еще есть понятие чести и в таких ситуациях, либо подают в отставку, либо с усердием ращуют проблемного, но однозначно талантливого специалиста. За епископскими репрессиями против талантливых проповедников всегда стоит лицемерная попытка скрыть свою управленческую и пастырскую некомпетентность, но и не только ее. Если же происходит то, что описал протодиакон Андрей Кураев в публикациях в ЖЖ, в живом журнале о суде над протеерием Владимиром Головиным, такой критик из центра, Савва Михеев в разговоре с епископом, сказал, либо он, либо ты. Вот и все канонические основания. Вот все, что нужно знать о церковном суде, в кавычках. Пиодал не будет покрывать холопа. Зачем? Он холоп должен только подчиняться. А то, что по слову Господа епископ – это слуга народу, это даже и в голову никому не приходит в имперской русской православной церкви имперского московского патриархата. Нет! Вру! Раз в год в Великий Четверг происходит имитация этого. И ноги умывает священникам. Впрочем, христиане с обильными дарами от Бога никогда не ведут себя как холопы, но как власть и силу имеющие. Их уверенность – восхитительный знак. Достоинство – восхитительный знак. Независимость – восхитительный знак. Инициативность, сила, ум – восхитительный знак. Все это так дико пугает и раздражает феодалов в 21 веке. У дарновитых людей мало недостатков, опираясь на которые ими можно манипулировать. Вот это все сохраните, что сейчас считаю. Потому что, мне кажется, это заставит убрать. Вот такое мнение. Или уберут. Через разное там бросятся. Если Дудин, Сергей нажмут, и это все могут убрать из интернета. Я скопировал, у меня уже не уберешь. И все это на дисках. Повторяю. Вот такое, что Андрей говорит. Андрей говорит, Максим, это не счастье, один раз в столетие бывает. Слушайте внимательно, что я говорю. Это же ситуация у старобрядцев. Когда пришел к ним экстраординарный профессор Санкт-Петербургской академии, бископ Михаил, то что с ним сделали? Семенов фамилия. Он не мог не причаститься, ничего, и кончил умопомешательство, мы убили его там. А потом Дурасов Семен появился. Это уже недавно, лет, может, 15 назад. И все высказал старобрядцам. Немедленно смели его. То есть это давнишняя закваска. Ни старый обряд, ничего не помогли по-человечески разобрать. Я их разбирал. Они сказали самую правду. Прямо копия, что здесь говорится о патриархии, а там о старобрядчестве. Дальше. Еще за этим стоит зависть. Помните, об этом все время твердит Слово Божие. Перосвященник же, и с ним все принадлежащие к ереси Саддукейской, исполнили зависти. Деяние 5.17. Я делаю вставки, что касается меня. Вот новый у нас и митрополит сейчас присланный здесь. Митрополит Сергий Иванников. Это не системное только. В системе он, конечно, но как он относится? Я беру только по отношению к нам. Вот потеряю, как он служит. Благослужение уже закончилось. Подходим ко кресту. И он мне говорит. Ко кресту просто подходим, благословицы. Скажите проповедь в храме. Я чтец. Я говорю проповедь. Бог сотворил человека по образу и подобию своему. Когда-то мы шли с ним, а у него широкие рукава, как у всех. Я говорю, как шире, чем юбка у цыганки. Это все греце нагородило нас. Он улыбнулся и поддакнул. Я говорю, чтобы нас не раздущили завочно. Он сразу показал пальцы и говорит, стучат рогами против. Он как отец родной у нас. И Максим как-то Степаненко о нем отозвался. Вот смотрите. Мы-то к РПЦЗ относимся. И наша нерегистрация, ничего не менялась. Из-за чужих заступается. А у нас, говорит, свой своих топит и грызет. Вот Максиму Бог открыл здесь глаза. Считай дальше. 2000 лет епископы, которые получили власть в церкви, своими же устами убеждали паслу в особой своей исключительности, идеальности, превосходстве, наделенности особыми правами, талантами, дарами, благодатью и т.п. И тому подобное. При этом каждый старец ссылается на слова другого авторитетного старца. И так до бесконечности. В конце концов, они сами в это поверили. И сейчас немало из них искренне верят, что с рукоположением в епископы они автоматически получают плюс 100 к мане, деньги, плюс 100 к уму, плюс 100 к ловкости, плюс 100 к компетентности, и, конечно, тысячи к идеальности плюс. Что будет, если в епархии с таким епископом, пребывающим в лицемерном самообмане, появляется юнит, которому Бог насыпал аж 5 талантов, 180 кг маны. Будет вот это, первосвященник же с ним, все принадлежащие к ересе саддукейской, исполнились зависти. Деянея 5.17. Бездарь епископ не будет исправлять проповедника в случае его погрешности, он просто будет ждать ошибки, и все. Мгновенная торжествующая расправа. Аминь и аминь. Это я добавляю. Слово сказать, что такой епископ не по преданию старца, а по слову Божию. Малый человек. Кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Матфея 27. Или Исев призвал двенадцать и сказал им, кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. Марка 9.35. Епископ, старший священник, выбранный из своих равных, непришлый, проверенный, призванный вблезти порядок в нескольких приходах, надзиратель, и все. Какое чудовищное поправление заповеди Господа, Духа Евангелия, называть владыку из большой буквы того, кто должен быть рабом и слугою Церкви Божией. То есть здесь явно, что Максим вышел за рамки, до которых будут его исправлять. Нет. Сожрут и не подавятся. Молитесь за Максима Валерьевича, если не ошибаюсь, так величать его, Степаненко. Мне его Бог открыл, когда на него напали все. Я просчитал и выступил. Он сразу же откликнулся и говорит, Игнатий обо мне дозвался так, такими словами, чего я сам о себе бы не сказал. Еще, далее считаем, кто имеет разум, да разумеет, что уже более тысячи лет в православной церкви епископы ставятся по преданию старцев, а не по слову Божию. Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал, если кто не порочен, муж одной жены, детей имеет верных, это жирных, жирным шрифтом, неукоряемых в распутстве или непокорности, ибо епископ должен быть не порочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не убийц, не корыстолюбец, но странно любив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять здравое мучение и противящийся обличать. Киту 1.5.9. Если бы епископы ставились по слову Божию, а не по преданию старцев, в церкви не было ни одного садомита. Увы, именно ангельское в кавычках монашество заражает садомией церковь. У меня об этом статьи есть, когда в церкви стали ставить только из монашества епископов. Как это противозаконно, противоестественно. У меня не одна статья про это написана. Григорий об этом Петров писал. Если самое главное в церкви ставится по преданию старцев, то не становятся ли они в кавычках неумеренными ревнителями отеческих законов, преданий, с вытекающим из этого реальным богоборчеством, смотри выше, что писал о парисеях, в том числе и борцами с талантами, которых бог поставил проповедовать. У меня заготовка есть такая, к этому добавлю в конце, что об этом говорили Тарабиш, Митар и митрополит Сергий Строгородский. В свое время просчитал одного высококомпетентного столпа американской рекламы. Оказывается, он привез из России набор матрешек. Их присылал каждому новому топ-менеджеру своей компании с запиской. Ее смысл в том, что если ты самая крупная умная матрешка, то все нижестоящие, которых ты будешь нанимать, все менее компетентные люди, чем ты, то будешь руководить карликами, полными бездарами, на самых нижних ступенях. Но если ты самая малая матрешка, то твои заместители умнее способны и тебя, а их подчиненные еще умнее способны и так далее. В таком случае ты будешь руководить гигантами. Так вот, бездарные, некомпетентные епископы в епархиях, это самые крупные матрешки. Секретари епархии, матрешки, поменьше. Руководители епархиальных отделов еще тупее. Иногда кажется, что для руководства отдела выбирают самых никчемных для этого дела людей. Настоятели еще менее компетентны. Простые священники террория. Черный ужас. Вот когда нас там 24 ТВ снимало, снимали у нас Анна Афанасьевна. Говорят, такая замечательная репортер. Но надо отрицательное взять. И что? И едут в Кемеровскую епархию. Какого-то находят такой хмырь. Хмырь. Другого не назовешь. Какая физиономия у него, но до того льстивая, жирная. Евгений Ударцев. И вот он начинает. Вот Лапкин выщит лжи детей, потому что дети убегали. Убегали и ложь. Как совместить? И вот он стоит, кривляется и говорит, поехали туда специально. То есть он запасной игрок. Он нужен. Нигде такого не найдешь. Он за это получает. И это знает руководитель. И туда поехали. Кемеровская, кажется, епархия. Я называю как. Вот дальше матрешки тут стоят у него. Сейчас-то в наших епархиях самым компетентом оказывается епископ. Далее по нисходящей компетентность обрушается. Обрушается. Если священник оказывая умнее и талантливого епископа от него пытается избавиться. Это происходит во всех организациях и коммерческих предприятиях действующих не на товарищеских принципах. Бездарный руководитель подбирает еще более бездарных подчиненных чтобы на их фоне казаться именно казаться более умным. Вот я все это в ставке делаю но ставка оригинальная больше нигде такой не найдешь. Мы сидим в синоде в синоде епископ сидит повторяю это июль 1992 года город Нью-Йорк ну и епископ тогда был секретарем который сейчас первосвятителем является митрополит тогда был епископ Иларион Капрал фамилия его и у него какие-то пришли на него там нападают он простой простой простота его удивительная и вот они его обвиняют а я сижу рядом журнал смотрю царских дочерей как одна из дочерей папироса у нее во рту расстрелянная которая Анастасия кажется бойкая девчонка была и вот на него нападает двое муж с женой я гляжу он пригорюнился ну он говорит тогда выйдите пока я тут все напишу он мне вышли а я ему говорю владыка я по другому так как его назовут не скажу брат Миша я говорю владыка а они не правы почему я говорю Ганг Шестобор говорит вот такое правило а шестой вселенский вот такое да вы что он сразу посмотрел и на меня так возрелся так вы что наизусть правило знаете не только Библию да нет я наизусть ничего не знаю ну это так он тогда сразу их вызвал он написал правило говорит нет я поступил правильно вот так было вот он живой мог бы выслушать это то есть не все считают себя умнее и он больше он прислушивался что я говорю и он говорит да никуда не уходите тут еще жалобщики есть вы мне помогите тут разбазариться с ними разделаться вот вот такое дело и это же было когда я выступал у них с одной там с кафедры не знаю где в Сакраменто или где и в первых рядах сидели специально говорит приглашенные люди а я как-то доклад делал в Жандарвинском монастыре под заглавием будущее русской эмиграции во свете святой Библии а вот здесь так в первом ряду сидел митрополит Виталий Устинов я когда говорил и вдруг лежу он поднимается быстро быстрым шагом как молодой и подходит к капитре у меня микрофон отобрал и как-то паспито сидят а зал большой переполненный буквально он говорит вот я сколько раз вам говорил наконец-то нашелся человек который подтвердил это что я правду вам говорил и опять пошел и улыбается потом я говорю дальше им как проповедь что там как назвать не знаю беседу он опять поднялся и опять микрофон он мне отобрал опять и сидели за столом когда епископы там несколько и митрополит и он обращался ко мне с вопросами вот не вот я встретил людей которые вот так поступают и меня один священник могу даже назвать отец Иоанн Сугоров из Тульской епархии и говорит а есть ли у нас такие где епископы которые не берут поборы вот посещают когда со свитой и везде конвертики приготов я говорю я знаю такого и что в России я говорю да совсем не берет я говорю нет да не может быть а кто такой я говорю записывай Евтихий фамилия Курочкин он у нас 13 лет был епископом у него рваные носки не можем заменить его вот он никогда ничего не попросит никогда и который меня просил точно так же сказать проповедь в храме при епископе который в алтаре я сказал проповедь на тему ефот ефот он когда подкончилось он вышел где вы берете это все сам улыбается где я говорю нет нигде я беру просто молюсь и вот показал щетки и все потом то есть вот это вот есть исключение и дальше повторю передыдущее это происходит во всех организациях и коммерческих предприятиях действующих не на товарищеских принципах бездарный руководитель подбирает еще более бездарных подчиненных чтобы на их фоне казаться именно казаться более умным бездарные епископы с легкостью расправляются с талантливыми людьми совершившими некритичную ошибку и на фоне которых им очень неуютно но никогда не избавляется от бездарей вокруг себя заметили а почему потому что без бездарей в своем окружении его бездарность станет очевидной не для всех так-то опять вставлю вставочку нас сильно притеснять начал угнетать наш епископ за мои статьи о слове что все должно быть по русскому и люби врагов ваших и о благовестии три статьи мои меня значит не она исключить и батюшку запретить служение но кроме как в частном порядке он написал письмо дальше ничего не было сделано никаким образом не опорочил ничего не сделал а как-то ехал он с кем-то и обо мне разговор зашел он говорит тут у меня скупейка а я ездил как-то замерз а Игнатий снял свою шапку да на меня и надел ее прямо на скупейку да какая же у него голова тогда и он побоялся при людях сказать и говорит когда я бываю там я никогда не уезжаю чтобы не получить толчка к энергии по другому делать все вот такой епископ его не оценили пять лет домодедовским патриархи его поддержали и все теперь на покое богоявленский храм город Ишим он еще живой еще есть возможность его призвать в эту толпу епископов и он все время говорил об ужасе системы с большой буквы запомните о ком я говорю он еще живой совершенно бескорыстный и все что говорится вот это он не побоялся сказать при людях о том как я сказал проповедь чтобы я сказал ее именно приехал меня в частном порядке рукоположил в чтеца чтобы я мог говорить проповеди при епископах вот какой у нас был епископ и это я говорю с полной ответственностью за свои слова при живых епископах последний пример чудовищной некомпетентности духовно-нравственной ущербности епископа события последних годов в бийской епархии поищите в сетях при этом наша трагедия еще и в том что в церкви нет механизма избавления от некомпетентного эскопата раньше люди долго не жили епископ в среднем более 10-15 лет на капитре не находился сейчас же благодаря медицине некомпетентный управленец может разрушать епархию по 25-35 восхищательных лет до 75 лет заголовок возрождения за 30 лет бесплодного древа которое Господь срубил в 1917 году 2000 лет назад Господь через пророков вполне ясно указал от чего будут гибнуть церкви государства и народы уже и секира при корне дерев лежит всякое дерево не приносящее доброго плода срубают и бросают в огонь Лука 3.9 с ужасом все более и более осознаю что наши епископы возродили за 300 лет то бесплодное древо в кавычках даже еще более порочное которое Господь начал рубить в 1917 году в России если бы можно было три раза аминь бы сказал здесь но только два раза можно и если это тоже бесплодное дерево то оно уже предуготовлено к уничтожению за каждой фразой две руки поднимаю если поезд с большой рукой церкви едет к пропасти то человеколюбивый Бог не начнет закрывать двери в его вагоны чтобы туда не попало много людей простите меня что я хочу сказать но мне кажется может быть в эйфории я нахожусь считая вот это но здесь сам Господь уже водил рукой брата нашего дорогого Максима я об этом сотни раз говорил сколько людей считало эти строки и не видело их пророческую суть горе вам книжники парисеи лицемеры что обходите море и сушу дабы обратить хотя одного и когда это случится делайте его сыном гиенны вдвое худшим вас у меня в каждой книге про это написано добавляю в этих строках состояние миссии накануне гибели ветхозаветной церкви когда она стала пустым домом Матфея 23 38 оставленным Богом эти строки говорят о миссионерском кризисе какое огромное усилие совершали книжники и парисеи чтобы обратить хотя бы одного человека видя церковь находящуюся в миссионерском кризисе можно не сомневаться вот бесплодное древо которое ждет своей секиры и всем этим дуле вещам всем этим дудинам и прочим кирдык то есть полное уничтожение беспокаянное у них покаяние не ожидается и по всей грань видимости пришли грань где молитва не принимается ты не молись за них Господь говорит ибо я не услышу тебя а за Сергея это дудина я молюсь у него квартиры нет и каждый день молюсь несмотря на его превращение в дракона у бесплодного порочного древа перед уничтожением Господь везде отнимает таланты вот Господь Господь Саваоф отнимает отнимет у Русалима и у Иуды посох и трость всякое подкрепление хлебом и всякое подкрепление водою храброго вождя и воина судью и пророка и прозорица и старца пророка прозорица старца жирно взято пятидесятника вельможи и советника и мудрого художника искусного в слове искусного в слове жирно и дам им отроков начальники и дети будут господствовать над ним примещание редакции смотри рукоположение во священнике раньше тридцати лет и в народе один будет угнетаем другим и каждый ближним своим жирным юноша будет нагло превозноситься над старцем и простолюдин над вельможей Исайя 3 глава 1-5 стихи что происходит в церкви которая не бесплодная древа считайте книгу Деяния апостолов святых и так охотно принявшие слово его крестились и присоединилась в тот день душ около трех тысяч хваля Бога и находясь в любви у всего народа Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви Деяния 2-1-4-7 и еще церкви же по всей Иудеи Галилеи и Самарии были в покое назидаясь и ходя в страхе Господнем и при утешении от святого духа умножались Деяния 9-31 считайте находясь в любви у всего народа вот Андрей Кураев говорит да она была и в любви была она гонимая но в таком презрении как сейчас патриархия никогда не была я вот сейчас в чате рулетки нахожусь а почему церковь не ходите которые ходили все 100% отмечают из-за их жирности что они делают и главное конечно упрек на патриарх еще есть глупцы или наивные которые полагают что наша русская православная церковь находится в возрождении и не ввалилась в штопор миссионерского падения в 80% крещеных и только 0,5 от всего населения в храмах на литургии в воскресенье уже крестят менее половины рожденных младенцев венчаются менее 4% заключивших брак в ЗАГСах маленькую поправку внесу у меня есть из тьмы язычества тут одна у нас говорила работала со студентами 5 лет 3000 человек опрос вела и вот она как раз из мракоязычества показала 0,3% что-то знает из крещенных не 0,5% а 0,3% еще в 2 раза уменьшить надо на 300 человек один просто катастрофический обвал поступления в семинарии поступает на очное отделение наших семинарий по 5-7 человек в одну семинарию в 2018 году на очное отделение поступило 2 человека мужчины не хотят служить священниками синодальный миссионерский отдел выродился и деградировал в сравнении с тем что было при патриархе Алексею II это я говорю на основании своего почти 20-летнего опыта служения в миссии кто не в теме и без опыта посмотрите его официальный сайт этого уже хватит чтобы впасть в уныние за 15 лет не издано ни одного нового учебника по сихтоведению апологетического справочника не проведено ни одной общецерковной сихтоведческой апологетической конференции и считайте дальше 40 семинарских импотентов по сихтоведению статья Максим Степаненко травят всех буквально всех талантливых проповедников и миссионеров уничтожают последнее дыхание Духа Божия во все возрастающем мертвом море завистливых бездарей и парисеев погиб серьезный печатный богословский журнал Альфа и Омега он был основан весной 1994 года по инициативе филолога Марины Журинской 2013 год последний номер 61 от 2011 года хорошо что нашлись энтузиасты которые выложили архивы журналов сеть погибло первое и вполне удачное сетевое научно-богословское издание Богослов.ру при Московской Духовной Академии недавно протодиакон Андрей Кураев сообщил проект православной циклопедии решено придушить редакция получила указание вдвое сократить словник еще не вышедших томов а также значительно урезать объем статей дескать нет денег пока циклопедия дошла до 52 тома и буквы О очень жаль где-то к 15 тому П.Э православная циклопедия стала поистине научным уникальным проектом но у патриарха иные приоритеты и наверное П.Э. суждено стать последней большой энциклопедией на земле изданной бумажном виде пока православная циклопедия живет она дает жизнь стимулирует церкви развитие высокой науки в области истории богословия догматики экзегетики литургики апологетики и многого многого другого и как думаете в семинариях куда поступают по 2-5 человек в год будет развиваться высокое богословие почему русскую православную церковь накрыла бесовская волна ожесточенной грызни своих своими же из поезда РЖД РПСМП который спешит к пропасти фарисеев бездаре сталкивает всех тех кто еще может попасть в царствие небесное вот поезд идет картина такая интересная и они сталкивают туда в пропасть их Эквадор поезд Рио Бамбо называется нос дьявола надо же так продолбить и поезд туда пустить вообще шпалы свешиваются над пропастью лично уже не могу звать людей в церковь по принципу у нас все лучшее совесть не позволяет так лицемерить дошло после 20 лет службы церкви могу с грустью сказать себе что сейчас русская православная церковь самая социально несправедливая организация может я обойдусь без персональных примеров накопившихся за все эти годы вопрос могу звать к нам людей умных предельно стойких и талантливых для того чтобы они попробовали сделать русскую православную церковь по-настоящему человеколюбивой и самой социально справедливой организацией в России какой и подобает быть церкви если если звать талантливых людей церковь то только к нам на голго по исповедничеству да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут сгонимы 2 Тимофея 3.12 со словами Господа вот я посылаю вас как овец среди волков и так будьте мудры как змеи просто как голуби Максим Степаненко на злобу дня 18 марта 2019 года сегодня я считаю это 21 марта и слава Богу я на странице разнес при шрифте 20 59 страниц ну можно считать 60 вот я засчитал все благодарю кто слушал и теперь надо с этим материалом поправиться отдельно отрезать я постараюсь выставить и во всех везде где только можете везде выставляете эти ресурсы и ссылки там еще есть две статьи но я их тут не беру но на них ссылается здесь все отошел с Богом вот это здорово да аллилуйя вот это да бедный Максим так все отошел так как же мне закрыть еще так 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 как же